Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Путь к сердцу села. В Витязево начато строительство дороги, которая соединит микрорайон Лазурный с центральными улицами. Библиотеки будущего. Какие они должны быть, чтобы привлечь современного читателя, обсуждают на международной библиотечной конференции. Новая жизнь старых многоэтажек. В 19 многоквартирных домах «Анапа» меняют кровлю по программе капитального ремонта. В канун Дня освобождения города-курорта на улице Кати Соловьяновой прошел митинг, на котором вспомнили о подвиге героической партизанки-подпольщицы. Память погибших в боях с фашизмом и тех, кто ввел партизанскую войну в тылу врага – почти лиминутой молчания. Перед памятным знаком в честь партизанки Кати Соловьяновой – кадеты, школьники, местные жители. Когда началась война, девушка, не раздумывая, встала помогать оборонять родной город. Когда «Анапу» заняли враги, ушла к партизанам, а затем вернулась, присоединившись к подполью. Очень отрадно, что в этот день присутствует не только старшее поколение, но и молодое поколение, которому есть брать с кого пример – смужественной партизанки Кати Соловьяновой. На счету Екатерины Соловьяновой участие в диверсионных акциях, нападение на колонны, уничтожение имущества оккупантов, расклейка листовок. В 1942 году ее арестовали, пытали, а затем расстреляли вместе с матерью. В середине 60-х годов, к 20-летию Победы, этой улице присвоили имя партизанки-подпольщицы. С тех пор анапчане чтут память землячки. Наша улица, почему наша? Я вырос на этой улице, я живу здесь, ходил в школу по ней. Она была, кто знает, местные жители, какая она была и какой она стала. Это все при помощи наших жителей, нашего руководства. Мы сделали ее такой прогулочной, красочной улицей. В городской администрации отмечают, что такие мероприятия и мемориалы важны, так как помогают сохранить память о лишениях, которые пережили анапчане в военные годы, а также о подвиге всех, кто сражался на этой земле. Мы никогда не забудем подвиг героев-освободителей. Мы всегда будем признательны нашим ветеранам. Благодаря им над нашим гордом воинской славы, над всей нашей огромной страной, сегодня мирное голубое небо. Главное мероприятие, посвященное 74-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, пройдет завтра в 11 часов в сквере боевой славы. Там состоится митинг памяти и патриотическая акция «Боевое имя Кубани» с портретами героев анапчан. Отдать дань памяти павшим защитникам Отечества приглашаются все жители и гости города-курорта. И к другим темам. Решение многолетней проблемы для жителей нескольких улиц Витязева. Строительство дороги, которая откроет путь от центральной улицы Горького к их домам. На многочисленные обращения анапчан в администрацию курорта найден ответ. В проект вложены частные инвестиции. Исполняющий обязанности глава Анапы Юрий Поляков побывал на месте стройки. Два общежития и 32 частных дома. Целый жилой район Витязева оказался отрезанным от центральных автомобильных артерий. Территорию крупного детского санатория и гостиниц огородили в целях безопасности. А объездной путь получился немалый. Договоренность достигнута с предпринимателем Валерием Димоевым. Он ведет строительство дороги, которая соединит Горького и Микрорайон. Многолетняя тяжба, которая здесь была. Многолетняя, я еще помню. Значит, приняли решение такое, что Валерий Алексеевич делает вот здесь дорожку им заезд, чтобы не было у них вот таких округов не наворачивали. А для пешеходов делает ступеньки, лестницу рядом, а проход. Проект прошел, публичные слушания и с жителями согласован. Тем не менее, с Юрием Поляковым витязевцы делятся своим беспокойством. Моя просьба такая, та дорога, чтобы не закрывалась, оставалась пешеходная дорога. Это та какая? А вот нижняя дорога, как она будет? Вот эта, которая через Женчужную, Россию. Предприниматель заверяет, дорога останется открытой, более того, проект предусматривает благоустройство территории вокруг. Вот как раз по проекту асфальт идет до конца, вот где машина стоит. Он там освежит немножко. Но до конца мы ее освежим. До конца освежим, и по вашему поручению, которое было, и дорогу открываем жильцам, и всю эту дорогу асфальтируем. И Алексей Васильевич сказал, что до конца ее сделают. Въезд будет обустроен по всем правилам безопасности дорожного движения. Склон очистит и спланирует его зеленый наряд. Затем решится вопрос с ограждением и установкой детской площадки. Давайте дорогу, Леонид Иванович, сделаем дорогу, тротуар, потом доберемся до забора и до благоустройства вот этой территории. Не, ну, благоустроить надо. В забор попрямились, да. Но лучше, конечно, со временем сверху. Валерий Алексеевич, я вас прошу, уделите этому внимание, наведите тут порядок. Строительство планирует завершить в течение двух месяцев. 19 многоквартирных домов курорта получат новую кровлю. Она по не первый год участвует в программе капитального ремонта жилых домов. В 2016 году была полностью заменена кровля в трех многоквартирных домах, а в 2011 обновлено лифтовое оборудование. В этом году финансирование увеличилось вдвое. На капитальный ремонт многоэтажек направлено более 44 миллионов рублей. Вот так выглядит крыша многоквартирного дома в 12 микрорайоне. Прежде чем приступить к монтажу новой кровли, рабочим необходимо демонтировать старую до самого основания. И, как говорят специалисты, это самый трудоемкий этап. Трудности у нас были, собственно, со старым покрытием. Оно достаточно тяжелое. И некоторое время занимало, собственно, демонтаж. Совсем вроде справляемся, укладываемся в сроки. Далее монтаж нового покрытия. Сначала на крышу укладывается бетонная стяжка в несколько сантиметров. Затем поверхность обрабатывается специальным водоотталкивающим праймером. И уже после этого в несколько слоев укладывает гидроизоляцию. Работать необходимо быстро, так как это, в прямом смысле, горячий процесс. На ремонт каждой крыши затрачивается от полутора до двух миллионов рублей. Все зависит от площади ремонтируемого объекта. Специалисты обещают, что такая кровля прослужит не меньше десяти лет без ремонта. На данный момент работа идет в пяти многоквартирных домах. В этом году запланировано ремонт многоквартирных домов по виду кровли 19. В прошлом году мы сделали три кровли. Уже приступили к работам на пяти многоквартирных домах. Это первые дома, которые уже приступили. Получается, где-то на середине видов работы. Вот эти вот дома, которые уже начали, технодзор тоже постоянно смотрит ежедневно, проходит. Ежедневно у нас проходит фотографирование, грубо говоря. И да, довольны. В программу вошли дома, которые по результатам комиссионного обследования были признаны особо нуждающимся в капремонте. Не последнюю роль для принятия решения играет и уровень собираемости взносов собственниками квартир. Работы идут согласно графику. Планируется завершить их до начала декабря. С начала года в Анапе не выявлено фактов употребления наркотиков несовершеннолетними. Статистику озвучили на заседании антинаркотической комиссии. Вместе с тем вопросом, который требует внимания, остается курение табака школьниками и молодежью. Подробнее в сюжете. Более 6 тысяч мероприятий за полгода с общим охватом более 150 тысяч человек. Такой объем профилактической работы. В зоне особого внимания школы, колледжи и вузы. Продолжается работа по системному показу видеороликов фильмов антинаркотической направленности в образовательных учреждениях. Охват учащихся по просмотру составляет 100%. Второе. Организуется ежемесячное социально значимое мероприятие антинаркотической направленности, проводимое в общеобразовательных организациях. Организованы лектории для родителей. Распространяется и используется в работе наглядные пособия, фильмы, слайды, аудиозаписи, плакаты, несущие дополнительную информацию только с рекомендованных официальных сайтов Министерского называния антинаркотической комиссии. В первом полугодии не было выявлено ни одного случая употребления наркотиков несовершеннолетними. Основной проблемой остается курение в среде несовершеннолетних. В прошлом учебном году протестировали 814 учащихся. Оказалось, что следы распада никотина в организме обнаружены у 6,5% школьников и у 40% студентов. Задача взрослых не проходить мимо. Кроме того, следить, чтобы соблюдался закон о запрете продажи табака ближе, чем за 100 метров от социальных объектов. Существуют такие факты, когда продают это из-под полы. За этим мы должны вести постоянный контроль. Это постоянный контроль позволит нам и не только со стороны, допустим, администрации города Куров-Каната и нашими профильными подразделениями, которые отвечают за эти вопросы, но это включает и в том числе сотрудников отдела внутренних дел. Это касается нашей общественности, это касается наших общественных помощников, это касается непосредственно вас. Это обходит ваши обязанности. Я попрошу на это обратить особое внимание. По словам Сергея Козлова, борьба за души детей должна идти в ежедневном режиме. В управлении образования сообщили, что в новом учебном году здоровому образу жизни и семейным ценностям будет уделяться особое внимание. Речь не только о пропаганде, но и о самых разных видах активного досуга. Библиотека – это не просто собрание книг и место, где можно пообщаться с единомышленниками. Результатом эволюции может стать площадка, где будут генерироваться идеи – научные, философские, общественно значимые. Об этом, а также о других действенных механизмах развития библиотечной системы шла речь на конференции «Через библиотеки к будущему», которая открылась в Анапе. Ее организовали Министерство культуры Краснодарского края при поддержке всероссийских общественных организаций, а также библиотека Анапы и Новороссийска. Молодежь возвращается в библиотеки. Эту тенденцию необходимо поддерживать, во многом подстраиваясь под потребности читателей. Пространство должно стать информативным, интересным. Книги и чтение – это уже не цель, а скорее повод. Об этом говорили на мероприятии, которое объединило более 130 библиотекарей и ученых со всей России. Самое главное, чтобы библиотека реагировала на все актуальные проблемы. Мне кажется, то, что мы увидели к юбилею Краснодарского края, вот такую уникальную выставку с великолепными альбомами, отражающие нашу историю, отражающий потенциал человеческий, мне кажется, это не может не быть притяжением, потому что наверняка на страницах книг отцы и деды тех детей, которые сегодня приходят в школу и приходят в библиотеку. Так проходили мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования Краснодарского края в библиотеках города-курорта. Игры, викторины и даже небольшой спектакль. Ряд библиотечных специалистов считает, что организация досуга – не единственный вектор. В библиотеках можно проводить семинары, встречи, на которых будут вырабатываться новые идеи, зарождаться проекты. Это изменение функции библиотеки коренной. Библиотекарь должен овладеть навыками так называемого менеджера сообществ, понимать, как люди организовывают и втягивают, собственно, орбиту. Библиотекарь должен овладеть навыками информационного помощника. Не просто как библиограф сидеть и ждать, пока ему принесут заказ на библиографический список, а понимать, где достать ту или иную информацию, как ее верифицировать, чего она стоит. И еще, как вообще с экспертами соединить. Перемена диктует современный уклад жизни. Все больше литературы переводится в аудиоформат и электронные текстовые файлы. Интернет способен вместить все, что написало человечество на всех языках, начиная от глиняных табличек и папирусов. Все это постепенно сканируется и выкладывается в глобальную сеть. Мы предоставляем достоверную информацию, мы отбираем лучшую, мы отбираем проверенную и учим искать такую информацию с тем, чтобы отсечь то, что не соответствует, допустим, истине. Потому что интернет, конечно, там все есть. Но из того, что там есть, еще нужно найти, уметь найти то, что будет ценно, полезно, интересно и достоверно. В том числе и на эту тему пройдут дискуссии. Конференция продлится пять дней. Библиотекари обсудят книжные новинки и, что немаловажно, встретятся с писателями. В хуторе Красный Курган начали разбивать парк. Его сердцем станут поклонные камни в память о павших героях времен Великой Отечественной войны. В этом году местный тост занял третье место на городском конкурсе. Здесь говорят, что получать награду всегда приятно, но на достигнутом останавливаться не собираются. Поклонный камень в память о казаках, погибших в различных конфликтах, включая современные. Рядом еще один в памяти тех, кто отдал жизнь на фронтах Великой Отечественной. Монументы установили в этом году. В планах разбить большой парк. Уже привезли плитку для дорожек. В этом году жители хутора Красный Курган избрали Ивана Калугина атаманом. Уже пять лет он возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. В начале сентября на городском конкурсе тост завоевал третье место. Мы всегда предполагаем, Бог располагает. Приятная новость, конечно. Очень приятно. Тем более, что затрачено очень много сил, энергии. Люди работали, люди старались. Казаки, жители хутора. Сегодня на хуторе живут около тысячи человек. Население ежегодно растет не только за счет миграции, но и с увеличением рождаемости. Зарегистрировано более 150 детей, но скоро будет значительно больше еще и потому, что здесь предоставляют участки под строительство для многодетных семей. Этот детский сад построили пять лет назад по краевой программе. Недавно появился зал для борьбы. Рядом волейбольная площадка. Минимум четыре раза в год на хуторе полностью выкашивают траву. Виктор Стахов – староста в здешнем храме, инициатор его строительства и вообще один из постоянных участников всех мероприятий и начинаний. Первым делом здесь следят, чтобы на улицах было чисто. Берегут зеленое насаждение и общественную собственность. Это мы держим на контроле просто-напросто. У нас ничего не упускается. Обошли, прошли, мы все время на месте, смотрим. Мы уже пенсионеры, делать нам, так сказать, нечего. Да как-то у нас все приучены. Отказов конкретных нет. Если надо, значит надо. Уже в эту субботу территориальное общественное самоуправление «Хутора Красный Курган» наградят на большой сцене в ходе празднования Дня города. Деньги пойдут на дальнейшее благоустройство. В планах продолжать обустраивать парк, а также привести в порядок футбольное поле. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А, Крымская – 98, Амелькова – 28 и Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 21 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Ночью прохладнее – 22 выше ноля. Ветер переменный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok